Приветствую вас, и вы знаете, сам вопрос, его постановка кажется мне неверным, потому что отказаться от своей мечты и по сути дел не предложить себе, например, ничего взамен, это означает только лишь постоянные негативные переживания для вас, то есть нельзя просто ждать и отказаться от своей мечты, нельзя просто ждать, знать и распрощаться с тем, что на протяжении достаточно длительного времени давало определенную надежду, давало какую-то мотивацию двигаться вперед и так далее. То есть нужно обязательно предложить что-то взамен, иначе это очень деструктивно скажется на том, как вы будете себя воспринимать. И поэтому, по этой причине, я полагаю, что нужно обратить внимание на два факта. Факт первый. Если мечта недостижима, значит мечта не ваша. То есть к вам, то есть к вам это мечта, отношения никакого не имеешь. Вообще. От слова совсем. И соответственно вы придумали себе ложную мечту, которая скорее всего была навязана вам кем-то другим. Ну, с кем-то из ваших близких людей. Вот. Например. Ваших родных, родителей, либо других найденных фигур. Вот. И вы оказались во власти этих людей. Вы оказались во власти этих установок. Вот. И сделали их своими. Хотя, на самом деле, вашими они не являются и, соответственно, ну, соответственно, если это чужая мечта, то реализовать ее невозможно. Никак. Да? Вот. Второй момент. Второй аспект. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что вы говорите о недостижимости мечты. Но это оценочное суждение, потому что вы не можете знать этого наверняка, что мечта недостижима. Вот. И, соответственно, очень может быть, что вы просто не владеете всей информацией, которая в силу ряда причин вам не доступна. Исходя из этого, делаете неправильные выводы относительно своих возможностей по достижению мечты. То есть, тут нужно обращать внимание именно на данные аспекты, связанные именно с тем, что ваши возможности, да, они могут быть ограниченными. Вот. И это нужно, как следует, понимать. То есть, понимать, что возможности ваши, да, ограничены в, ну, например, в восприятии картины, допустим, и так далее. Вот. Это необходимо понимать как можно более четко для себя. Самое-то это важно. Так? Вот. Следующий момент, который я хотел бы затронуть, это момент мотивации. то есть, вот, от того, насколько вы замотивированы идти к своей мечте, от того, насколько она для вас важна, ваша мечта. Зависит тоже много. То есть, если вы на ней концентрируетесь, чересчур, да, то, конечно же, могут быть определенные проблемы у вас. Конечно же, могут быть определенные трудности. Потому что сверхмотивация, сверхмотивация рождает проблемы достижения целей. И тогда, все, что вам нужно сделать, да, это разгрузить по смыслу, по своему значению, вашу мечту. Так? Чтобы она была менее важна для вас. То есть, вот, она не станет для вас менее мечтой, от того, что вы станете, грубо говоря, меньше, например, нуждаться в ней, да, в этой мечте. Она не станет меньше мечтой, но вам, будет легче добиваться ее осуществления, потому что для вас это будет не так критично и не так важно. Потому что я увидел в вашем тексте, например, что вы достаточно, ну, негативно задаете свой вопрос, то есть депрессивно считаете, что вашу мечту не реализовать. Вот. Далее. Даже если, даже если, мечта действительно неосуществима, даже если это так, все равно ситуация такова, что то желание, которое стоит за мечтой, вашей, оно имеет место быть, да, оно связано с вами напрямую, и вам его как-никак реализовать все же нужно. Это желание. Поэтому, стоит подумать о более приемлемых формах реализации ваших желаний. То есть, мечта не может восприниматься как самоцель. Мечта всегда для чего-то человек. Мечта всегда выполняет какие-то функции, скажем так. И вам нужно понять для себя, что за функцию выполняет ваша мечта и, соответственно, чего отсутствие мечты вас, чего отсутствие мечты вас лишает. Вот. Это, я полагаю, также очень важный момент, потому что все вместе они составляют тело вашей проблемы. В целом, отношения ваши к данной ситуации позволяют говорить о том, что вы, скорее всего, очень часто и болезненно переживаете ситуацию неудач в своей жизни. И вам необходимо, возможно, корректировать все отношение к делу вообще, а не только разбирать конкретно эту ситуацию на конкретной мечте. Вот мне представляется именно так. Так же, хотелось бы отметить еще и то отдельно. Хотелось бы отметить еще и то, что вы задаете свой вопрос очень кратко, предоставляя минимум информации для анализа. И открыв ваши предыдущие вопросы, я увидел, что вы задаете их в эзотерику. В раздел «Эзотерики» задаете их кратко. В психологии нужно больше информации, нужно больше фактов, нужно больше подробностей для анализа. Это поможет психологу дать именно вам индивидуальную рекомендацию. А пока, с учетом объема того, что вы предоставили, делать это возможности не представляется. К сожалению. Соответственно, я надеюсь, что вы сделаете определенные выводы из того, что я вам сказал. Сделайте основные выводы и будете, собственно говоря, двигаться в этом направлении. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Желаю успешного разрешения ситуации и желаю вам все-таки реализовать свою мечту, пусть даже и не в той форме, в какой она представлялась вам изначально. То есть позитивно относитесь к коррекции реальности у своих изначальных планов. Продолжение следует... Продолжение следует...